Газовики предъявили ультиматум. Часть котельных останутся без голубого топлива, если Сочи Теплоэнерго не погасит долг. Решать проблему и искать средства пришлось в администрации города. Директор теплосетей никакую позицию не занимает. Говорит, ну и отключайте. Что значит отключайте? Сам же руководитель Сочи Теплоэнерго заявляет, что его предприятие уже несколько лет несет убытки. По его мнению, основная причина в несоответствии тарифов с затратами на обслуживание, ну и, конечно, долги населения. Платить по-хорошему жители не хотят, а судебные приставы бездействуют. Почему они не делают? Почему не собирают? Почему доводим до пика вот такого? Законодательство также позволяет муниципалитету выселять должников из квартир, которые сдаются по социальному найму. Обсудили задолженности предпринимателей по налогам. Одна из самых главных статей доходов городского бюджета – курортная отрасль. Но вот люди, которые занимаются гостиничным бизнесом, не спешат пополнять городскую казну. Сотрудники управления по туризму проверили 550 объектов размещения. Из них 107 не стоят на налоговом учете. Также выяснилось, что 113 владельцев квартир, мини-отелей, гостевых домов занимаются деятельностью в сфере размещения без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Следить за порядком в гостиничном бизнесе обязаны и другие структурные подразделения мэрии. Дальше. Работа именно налоговой инспекции. Мы спросим потом. Вот мы вам передали на 322. Не на 22, а на 322. Расскажите, пожалуйста, конкретно, что с ними сделали, какую мы дополучили прибыль и так дальше. На планировом совещании обсудили и санитарное состояние города. По краевой целевой программе в Сочи должно появиться более тысячи новых контейнерных площадок. Еще в апреле Департамент городского хозяйства провел конкурс и выбрал подрядчика по их обустройству. Районные администрации выделили места для установки мусорных контейнеров. На этой неделе работы начнутся. Крайний срок их завершения – конец лета. Вообще, до 1 сентября все улицы города должны быть окончательно благоустроены. Об этом заявил на совещании глава города. Анатолий Пахомов дал поручение составить план-график, согласно которому специальная комиссия будет оценивать и состояние улиц, и готовность объектов инфраструктуры. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».